Приветствую вас, вам бы, конечно, лучше бы обратиться к спортивному психологу по данному вопросу, потому что я думаю, что есть тонкости и есть некоторые нюансы, которые не спортивный психолог просто не знает, да? Вы пишите, буквально полтора года назад я перешел в другую футбольную команду по нескольким причинам. По каким? Это важно. Сначала все было хорошо, но сейчас я понимаю, что тренера ко мне наплевательски относятся и про меня думают все плохо и даже не хотят меня слушать. Что значит все было хорошо? Все было хорошо, а потом резко все стало плохо или как? То есть это странно, я бы сказал. Вот, к примеру, у нас есть игроки, которые не дотягивают до нашего уровня и мы их командой не любили. Почему вы не любили тех игроков, которые не дотягивают до вашего уровня? То есть я, конечно, не знаю всех тонкостей, безусловно, но на мой взгляд несколько странно не любить кого-то только потому и только за то, что он не дотягивает до чего-то уровня. Тренер все узнал, но начал только отсчитывать. Кого? За что? Как он узнал? Непонятно. Вообще, тренер это человек, который хочет, чтобы все в команде играли на максимуме своих возможностей. И если он отсчитывал других за то, что они принижали, как вы говорите, тех, кто не дотягивал до вашего уровня, то это, ну, позитивная тенденция в целом. Опять, конечно, в форме. Это ладно, я понял, помирился с ним и все вроде хорошо. И на сегодняшней игре он так подумал и сказал, у нас кто-то принижает, зажимает человека, скорее всего, это льда. Ну, у вас складывается репутация, видимо, судя по тому, как вы взаимодействуете с людьми. Может быть, это репутация такая высокомерная в какой-то степени. Может быть, это репутация в какой-то степени, ну, такая вот, знаете, с гонором, как говорят, да. То есть, почему тренер подумал именно, именно про вас? Почему? Потому что у вас был конфликт. Хотя вся команда его все равно принижала, я его уже не трогал, но он подумал, что возводила. Почему-то. Я особо не хочу уходить. Куда уходить? Почему уходить? Понял. Благо, в отношениях со всей командой у меня дружеские отношения, с некоторыми я дружу с самого детства. Низко не уходите тогда. Но тренера в меня не верят и не заявили за команду, потому что им кажется, что я слишком много играю. А других футболистов он заявил, и ничего. Я не очень понял, что значит, заявил. Не очень понял, как это связано с тем, что вы много играете. То есть, здесь вот нужно разобраться, как это связано. То, что вы много играете, то, что вас заявили за команду. То есть, ну, не очень понятно просто. Хотя не только со мной так поступили. Ну, значит, это такая стратегия футбольного клуба. Ну, так полагаю. Я стараюсь на своих тренировках, и я себя проявляю с лучшей стороны, но на поле выхожу на 15-20 минут и 60 минут. Нужно спросить, почему вас выпускают настолько. Возможно, они мне не доверяют из-за того, что осенью очень сильно сдал, и выслушивал много критики. Из-за чего вас даже? И как вы относились к критике? Свой адр. Ну, я собрался, уже весной стал лучше играть, даже лучше, чем был всегда. В общем, прибавил конкретно. Как вы донесли вот эту мысль до тренеров? После матча, так, ну, теперь я выхожу реже, чем даже тогда, когда я сдал. Ну, вы стали постарать больше угрозы для, так сказать, своей среды тренерской. Хотя я выхожу на поле, а ко мне претензий нет. После матча ругают за плохую игру других. На следующую игру человек, которого ругали, выходит в основном со старой. А вы знаете, мне кажется, это впечатление, что... Вот мне так, ну, без смысла, что тренер видит вас как готового такого игрока, которому тренировка не нужна. Вот у меня такое впечатление. А другим, типа, нужна. И именно поэтому вам не прощают ошибки. Потому что, типа, вот, к вам требования, требования очень высокие. Вот так. Мне кажется. То есть вы игрок достаточно высокого класса, считая тренер, вам тренировка не нужна. Тренировки нужны другим. Но... И ошибки вам тоже не прощают. Так это видится. А вы эти ошибки воспринимаете на свой счет. На свой счет. Почему-то. Вот. Что мне делать, чтобы что? Цель какая? Я не хочу, чтобы ко мне так относились. Ммм... Почему вас это задевает? Вообще, нужно индивидуально разговаривать. С... 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 тренером на эту тему, на самом деле. Это не ваша, как бы, забота, на самом деле. Вот, это не ваша забота. Такие вопросы вам, как футболисты, решатся ложным, объективно. Так что вот, пользуйтесь своим правом. Или сами решайте, если у вас нет такого представителя. На этом все, надеюсь, что помог, а если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, а я вам желаю всего самого доброго и удачи.